Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами Каспер, с вами StarLadderTV, с вами Beyond the Summit... Как-то так... А, World Tour, вот, собственно говоря, всё подписано. LGD против Absolute Legends. Готово. Не знаю, на каком мне серваке играют. Как только всё устаканится, я сразу же пробью пинги и посмотрим. Так, ладно, что у нас-то пока по банам? В бане оказывается Ченли, Контроп, Сирена, Дарксир, Инвокер и пока ещё непонятно кто. В общем, новая табличка, не знаю, может кому-то удобная, может кому-то нет. Её сделали для того, чтобы много новичков будет смотреть за International 2. Для того, чтобы можно было следить за героями, за их способностями, отслеживать там вот эти всякие рейтинги. Кто керри, кто ганкер и так далее и тому подобное. Вот я вижу, Матрикс уже с нами. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вы там? Потрясающе. Надеюсь, так же потрясающе, как и наши зрители, которые, очевидно, уже смотрят нас. Да-да-да, там пока музычку тысячи человек послушало, сейчас потихонечку подтягиваются. Но на игру Даррер против М5, я думаю, будет вообще жара. Да, финал ФПЛ Капа, я думаю, будет клёвый. Да-да-да, я Ване уже писал Артстайлу, чтобы он пароль нам запилил. Я, на самом деле, знаю, где достать пароль и без Ване, так что всё окей. Да я хотел найти оргов, но они что-то где-то потерялись. Это забавные орги. Когда я добавил одного, меня добавило ещё три. А, понятно. Так что всё огонь. Всё огонь. Отличненько. Так, что у нас там? Рубикс энд Кинг у команды LGD. И, посмотри, лишь рак Тинкер Квапа. Вот так вот просто ход конём в исполнении Absolute Legends. Даже не знаю, кого они как будут там по линиям расставлять. Могут и Тинкера в лёгкую отправить, и Квапу. Могут Квапу вообще в сложную поставить. Вариантов миллион. В общем, посмотрим, кого они там дальше доберут. Смотри, со стендингом играют ребята из AL. Да, БДИЗ. Где-то я его видел. Вот откуда он? Да я вот сейчас это разузнаю. Тут пока не получается. Я видел. Я помню БДИЗа, но я не помню, где я его видел. Ну а так, вроде всё нормально. Блик, музыка, шатан. Снуп. Снуп дабло. Так, я, кстати, хотел твитдек сейчас открыть. Я именно этим и займусь. Всё, открыл я твитдек. Буду читать по хэштегу. СЛТВ. Мне нравится ставка «Мешок морковки» на ЛГД. Нормально так. Так, да, друзья, вы там скажите, как слышно меня, как слышно Матрикса. И я, может быть, себя потише сделаю. Или Матрикса. Не, Матрикса погромче я уже вряд ли смогу сделать. А вот себя потише чуть-чуть смогу. Мне тут говорят, что три русских кастера уже на финал. Ну, типа, бла-бла-бла. А я говорю, ничего, будем четвёртыми. Ну, типа, нашли чем напугать нас. Забейте. А кто три русских кастера? Интересно. Ну, Virtus.pro, понятно. Virtus.pro, нет. Empire. А у Empire там кто вообще стримит? Force. Quaker. А, я понял. Empire, потом Znation кто-то. И наш друг Орен. А, я понял. Я понял. Так надо ещё, чтобы Virtus.pro заходили. И мы зайдём. И будем просто... Да, сейчас всё будет. Так, что у нас дальше? Broodmother. Simking Broodmother. Взяли вот по одну сторону баррикад. Встретились эти два персонажа. Что бывает достаточно редко. Кого там ещё? Да, Tide в бане. Darkseer в бане. Бруду останавливать, в принципе, мало чем можно. Квопа ещё есть. Квопа нормально будет резать. Но только если... Бруда какой-нибудь Орхид соберёт, то у квопы могут появиться проблемы. Так. Morphling в виде Hard Carry. Да, скорее всего, Morph отправится вниз. Квопа в сложную. Tinker в mid. Потому что квопа может нормально стоять сложной. Вот для чего добавили. Для того, чтобы можно будет нюкер, escape, кэрри, там... Всё такое. Там звёздочки, звёздочки. Всем звёздочки, пацаны. Пушер, нюкер. Вообще просто. Лишрак. Человек. Универсальный. Точнее, олень. Виндранер вообще просто по одной звёздочке. Escape, support, нюкер и дизейблер. Ладно. Виномансер. Последним пиком для Absolute Legends. Да, и ещё раз говорю. Если что, пишите по хэштегу SLTV. Пишут, вот, БДИЗ играл за ЕГЭ, пока майлка не было. Кстати, может быть. Ух ты, какие прикольные заставочки, таблички. Всё сверкает. Слушай, я в столе. Да, круто. Круто. Так, БДИЗ это капитан команды SK Gaming HON. Вот такой расклад. Ну, понятно, что все хонеры играют в Доту вторую хотя бы по фану. Вот. Так, вот, кто-то говорит, надо тебя потише сделать. Меня потише? О, нет. О, нет. Да, кстати, офигенно. Заставочки, я так понимаю, что даже худ, скорее всего, и не нужен особо. Я так понимаю, там не переписали ещё, да? Ещё непонятно. Не, я даже худ не этот, ничего не делаю, потому что тут и так уже ребята из Valve очень сильно постарались. И можно вообще сидеть просто с какого-то ведроида, делать стримы из дому, вообще не напрягаясь со всякими худами и прочими прелестями. Да, BTS World Tour. Именно так называется. Да, да, да. Вот. Этот турнир. Так, я сейчас только сделаю одну вещицу, например. Так, раз, два, три, четыре. О, так стало немного поприятней. Так, просят подождать ДДЦ. Хорошо, подождём. Вот это, кстати, ДДЦ вроде бы и есть на фотографиях. Вот на вот этой, на флажке. Что его вечно троллят. LGD. Так, да, давайте, друзья, пока посмотрим, кто у нас там на ком играет. Команда Absolute Legends. Шатан играет у нас на Тинкере. БДИЗ стендин на Виномансере. Блик морфлинг. И Снуп играет у нас на Лешраке. Остался у нас, собственно говоря, музыка, которую на клопе будет шпилить. У команды LGD, Тао Бао. Ксяо Эйт играет на Драгон Найте. Силар играет на вот этой вот Брудмазер, на Паучихе. ДД на Сент-Кинге. Яо играет на Виндраннер. Ну и ДДЦ вот как раз только что зашёл в игру. Играет у нас на Рубике. Всё, Рэди пишет LGD. И будем сейчас начинать смотреть. Да, с вами, кто не в курсе, с вами Матрикс, с вами Каспер. И Каспер, да, Каспер. Я думал, ты куда-то ушёл. Нет, нет. Ну всё, сейчас будем. Я думаю, будет жарко. Игра у нас, кстати, Best of 3. Что здесь, что там, насколько я помню. Ну, я имею в виду схватку в финале. Которая будет между М5 и Даррор чуть позже. После этой игры. Да, всё, огонь. Путём дачи, взятки. Кому? Кому, админам Фопел Капам. Я пообещал им запостить линк на их группу в Фейсбуке. И всё. Отлично, прям. Огонь. Единственное, правда, Кастер-слот. Не факт, что дадут. Ну, просто в лобби-то зайдём. Не, мне больше всего интересно. Я их самих идей не посещала написать каким-то Кастером? Нет, ну, к ним и так все зайдут. И так все зайдут. И так, короче, забей. Неважно, мы играем. Окей, окей. Силар, да-да-да, засел. Жук. Мы, кстати, на первом канале Старладдера, да? Да-да-да, конечно, на первом. Twitch.tv slash Starladder 1. Всё, вон. Так, тут антипулвард поставил виномансер. И убежал в свои силы. Внизу трипла. Смотри. Блик. Интересненько. Да, я, кстати, тогда тупанул по поводу расстановки линии. Но всё равно, мы видим, триплу всё-таки отправили в сложную. Интересная трипла, мощная. И прокаст у них очень сильный. И Бруда будет плакать, я думаю. Если, конечно, будет какой-то Сентрик хотя бы один стоять. Будет ей неприятно весьма. В центре у нас будет стоять Dragon Knight против Тинкера. Ну и на топе трипла. ДД, ДДЦ. ДД, ДДЦ. Это просто ужас. И Яо, собственно говоря. Хотя я не уверен, что это будет трипла. Скорее всего, будут ромищи и два пацана. И как раз они сейчас заходят и будут убивать сейчас Тинкера. Да-да-да-да-да. Тинкер приехал, кажется. Судя по всему. Это First Blood. Да, кстати, у меня что-то. А, нет, есть, есть. Ксдоты. Нормально. Первый фраг за китайская команда. Мне, кстати, приделали на интересные пинги в игре. Так как это сингапурский хост. Так, что-то по пингам, да, кстати. Да, я дам сейчас расклад в чистых единицах. По 120 у китайцев. И это хорошо. А вот у Аэлов дела, конечно, похуже. У Аэлов пинг. Вот. В среднем 200+. Да, но вот именно в связи с этими приколами Zenit отказались от участия в двух турнирах. Почему? В связи с тем, что они играют на турнирах, на которых играют на непонятно каких серверах. Ладно, у нас пока сейчас внизу тут замес происходит. Потом я расскажу, что произошло. Нет, все-таки после размена по хп небольшого ребята просто разбежались в своя си, и никто сильно не пострадал. Блика нормально погрызли. Zenit отказались от участия то ли в Beyond the Summit и еще где-то. В общем, отказались от участия в двух турнирах, потому что они так и заявили в своем официальном пресс-релизе. Типа, мы играем на серваках с большим пингом, а нам нужно готовиться к клан International. И мы не хочем тратить время просто так. Странно. Странно, потому что, как правило, играют на Сингапуре. Это как раз-таки хороший пинг туда у ребят из Zenit, которые по-моему, как раз-таки также в Сингапуре. Да, сингапурские эти ребята. Видимо, специально им не дают играть на Сингапуре и назначают нейтральным хостом US West. Конечно, конечно. Там же всегда нейтральный хост используют, поэтому, видимо, они недовольны. Ясно. Ну, я пока пытаюсь здесь разобраться по данному матчу, также бросить анонс, конечно же, у себя, посмотреть. Ты комментирую игру, а я, как обычно, немножко статистическую информацию посмотрю, как думают люди на Госсу Геймерс по поводу этого матча, кто где кого тут. Да, да, у меня там тоже в паблике голосовалочка, но там как-то типа 60 на 40 было. Тут, кстати, Шатана убивает в центре, да, опять делают минус. И опять минус на Тинкере. Да, дважды уже погибает Тинкер в миде. А это говорит о том, что у ДК все будет просто шоколадно. И ДК уже себе несет, что там тапок. Да, ДК уже с тапком, с банкой на центре против Тинкера с одним базилинчиком этим Хилинг Селф. И все. Сейчас вот заобузит курицу ДК или не будет. Он просто выложил боттл. И сейчас идет Тинкер разбивать баночку. Или просто забирает ее. Вообще, хорош. Нормально. Просто Тинкер пришел и забрал банку у Драгон Найта. И Ксал Уэйт такой в панике пишет. Был, что за фигня. Такая жесть. Просто момент на топ-10 можно. Это просто грязь. Пойдет. Почему нет? Нормально, рокировочка такая. Только вот у ДК все было хорошо. Банка, тапок. И тут так, нате, получите. А вот почему он затупил там? Что там был за момент? А он хотел, видимо, выложить ее в курицу. И курица прилетела, остановилась. А банка, видимо, он может промахнулся просто по курице. В общем, банка выпала рядом с курочкой. Прибежал Шатан и отобрал у него банку. Нормально. Которая на земле лежала. Так а Шатан свою банку покупал, интересно, нет? Нет, конечно. У него денег вообще нет. Он умирал два раза, у него вообще бабла нету. Ну, пойдет. Халявка. Халявка. Просто халявка. 72% считает, что ЛГД выиграет данной встрече. Также, еще раз напомню, это БО-3. Вот. Как-то вот так вот. Ну и на матч М5 против Даррор еще нужно успеть, чтобы счет был 2-0. Да-да-да, есть такое. Хотя, нет, там же вроде разница в 3 часа была между играми. Или 2 все-таки. Ну, пишет, что... Нет, через 2-34 пишет. Ну, как правило, БО-3 не заканчивается. Если это 3 игры, она не заканчивается за такое время. Но пока я тебе заговорил, убивают Квапулу, я так подозреваю, на топе. Да, она пошла в магазин что-то там прикупить, и ее шлепнули. Забегает, кстати, здесь сейчас Виномансер. Убивает Паучат. И мешает Рубику фармить. Самое неприятное. Стивбутцы китайцы с этими флагами, ты уже говорил, конечно, об этом. Ну, посмотри, за Брудой выдвинулись. Да там вообще сейчас непонятно, что происходит. Вот. А Тинкер пошел обузить курицу. С Ботлом. Ну, нормально. Норма. Все, Ботл есть, все отлично. Блин, это, конечно, эпик момент. Кстати, Тинкер, олдскульный Тинкер, уже можно назвать его смело олдскульным, который качается через первый и второй скилл. Причем максит лазер, стоит отметить. А не ракетки. Хотя ракетки вообще, по идее, наносят больше урона. Да ладно, Бруда кого-то там убила в соло. Бруда просто убила Виномансера. Ну и проблема у Силара. Силар умирает. Вот Диаболика. Снупи. И ДК в центре еще делает минус. Шатан, да. Ну, здесь Санкинг просто прибежал помочь Драгонайту. Я четко увидел этот момент. И просто подкоп. Дунули и все. Ну, какая-то, честно, сумасшедшая сумбур творится в игре. Потому что как-то неуверенно. Все. По крайней мере, Аэллы ведут себя крайне неуверенно. Ну, Аэллам тут уже вафельки практически. Если Блик, конечно, их не спасет. Там, с каким-нибудь фаст Эзериал Блэйдом. И не на ваншотит Рубиков и прочую живность. Потому что вот Тинкер в мид, откровенно говоря, проиграл. Проиграл. Да, проиграл он его. Вот сейчас тут ДД еще стоит в лесу. Ждет выхода кого-то на линию. Там уже типа Декана Хосте. Вот Декана Хосте влетает. Посмотрел. Бьет шатана. ДД. Подкоп. Кстати, копнул только одного. Если обратил внимание. Хотя мог копнуть и двоих там. Да, было такое. Было такое. А Бдиз не хочет отпускать Сан Кинга. А он его не отпустит. Ой, да ладно. Вот так вот. Вот такие вот суровые китайцы. Не то слово. Слушай, посмотри, что он вообще вытворяет. Ну что, и Драгонайт прилетает на Хосте такой. Иди сюда, шлеп его. Мечом по щам. Ну, видишь, просто нету спагов у Виномайсера. А у товарища Сан Кинга они есть. И фласочку он такой четкий момент завязал. А у американцев из команды АЛ или там канадцев. В общем, у той парочки. Вот чистого пинга я глянул 270 где-то. Вот именно не через консоль, а в принципе. То есть это довольно много. Да, я вот сейчас смотрю по заработанной голде на протяжении первых 7 минут этой игры. И 2500 у Виндраннера, 2500 у Драгоннайта. 1900 бруды, причем все играют за одну и ту же команду. Только сейчас Морф в пауках себе там подорвал 50 голды и немножко бруду обогнал. То есть они бруду идут ноздря в ноздрю. Но мы понимаем, Морф это Морф, а бруда это бруда. И посмотри, сейчас бруда просто в наглую блика съедает своими пауками. Ну, по-моему, не съедает. Да, и по ГПМу тоже, ну, конечно, самый мощный пока что у нас Виндраннер. Сложный. Виндраннер сложный и самый большой ГПМ. Зашибись. Если не сказать как-то по-другому. Вот это, кстати, вот это вот интересная китайская ВРка с Олурингом и Транквилбутсами, которого уже когда-то видели мы, да? Если меня не изменяет память. Забавно, да? Да, миленько выглядит. Но у него типа регент здоровый, 7.2 хп в секунду. И мана практически всегда есть на любой скил. Сейчас копают. Хороший шекл. Как играют, как играют ЛГД. Просто гениально. Они просто разрывают эти австралийские буки. Конечно, браво. Браво к Valve за этот сервер в Сингапуре. Я просто... Вот реально сотка пинга чистого где-то у китайцев. Мы знаем, что вечная у них проблема, да? С другими серверами. Да. И Денайп отличный от Снупи. Просто била Бруда. С кучей пауков бил ДДЦ на Рубике. И в результате Денайп шура. Смотри на Снупи, проблема у Яо, если бы Гейл не потратил... Хотя там, по-моему, Гейл... Да, куда-то, в общем, Гейл тратил Виномайсера и немножко упустил этот момент. Может быть, он просто промазал. Но ВРк убежал. Там идет сейчас тяжка вниз. Тинкер, кстати, левел 6. ДК левел 9. Соло мид Тинкер. Привет, шатан. И Тинкера сейчас опять убивают. Ну, да, обидно. Досадно. Ну, посмотри, клопа очень четко вовремя ворвалась. И здесь уже можно размениваться. Нет абсолютно ничего. Хотя, посмотри. Регент, телепорт, музыка должен сейчас дуть. Не успевает. Да, вот оно. Вот оно. Не, позиция была очень хорошая у Санкинга. Это, на самом деле, очень жесткий развод. Его очень часто используют профессиональные игроки, когда только-только поднявшись на хэгэ, вы сразу же делаете телепорт. И, я не знаю, я уже стараюсь, ну, как сказать, запоминать эти штуки. А я не знаю, у меня, ты знаешь, я вот так вот скажу высокомерно, у меня с этим абсолютно никогда не было проблем, потому что еще из Варкрафта, даже не из Дот, еще из Варкрафта этот прикол с виженами и хэграундами как-то мне запомнился, да, поэтому вот эта вот вещь без проблем вообще. Ну, она не сильно решает, ну, типа, она помогает зачастую спастись, но это не влияет на скилл там прям сумасшедше. Ну, вот мы видим, что сейчас сэкономил немножко денежки себе Санкинг. Да, это важно. В таких матчах такого уровня, конечно, это важно. Так, тут сейчас готовится атака на топ, и действительно там сейчас Ксяо Эйд, у него уже практически готов Алтимейд. Виномансер там пока обустраивает себе вижена побольше. Виномансера видят, Виномансера станет, прошивка, минус Виномансер. Просто Бдиз вообще что-то не торт. Бдиз вообще не торт? Да-да-да, и посмотри, сейчас Снур бежит, вроде бы у него и Диаболики там третий и все дела, но сейчас могли просто развернуться и убить его за 2 секунды. Ребята из команды LGD. Знаешь, я видел очень много матчей команды АЛ, но вот с самого начала мне бросилось в глаза, что к этой игре как-то они подошли непонятным образом. То есть что-то не так, что-то не клеится, что-то некомфортно. Может, первая игра, может, не разыгранная, но вот что-то такое. Так, Снкинг находит Лешрака. Шекл не очень удачный, Диаболик почти весь уходит Снкинга. Мор делает вейп, уходит ДД, хорошо, минус Лешрак, до сих пор живой Ксяуэйд. Как у него там вообще регинет? Бронированный ДК, очень сильно бронированный, отличный подкоп под Тинкера. Шекл связывает, минус еще и Тинкер. Мне жалко Шатана. Вот он украл бутылку, лучше бы он ее, наверное, не воровал. Просто месть Ксяуэйд. Не так бы на него злились бы. Вот у этого парня на данный момент 0-6. Да, Соломи Тинкер 0-6 и никакими тревелами тут даже не пахнет. А у меня повис Дотан в первую очередь. Да, 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 я вижу. Матрикс 4U has disconnected from the game, Ливер. Она мне не понравилась просто. Эта игра? ГГ, ГГ пишут Аэл и выходят 12 минут у нас прошла. А, они поняли, да, что вот я просто... Матрикс просто задавил авторитетом. Да, бредятина. Да, выходит, ребята, ладно, я останавливаю тогда запись.